всем привет друзья вы на канале об инвестициях и не только о них если вам это интересно поставьте мне лайк подпишитесь на мой канал рассуждаю о фондовом рынке о пассивном доходе о политике об экономике о всяком разном и учусь вместе с вами что друзья поздравляю себя поздравляю вас поздравляю нас молодой юный канал с очередным юбилеем мы набрали 400 подписчиков это друзья для меня огромное событие и главным образом я хочу в очередной в десятый сотый в тысячный раз поблагодарить всех вас поблагодарить моих любимых зрителей моих любимых подписчиков кто смотрит мои видосики кто воспринимает мою болтовню кто комментирует мою болтовню то ставит лайки и спасибо вам огромное за это мне очень приятно работать для вас мне очень приятно ну в кавычках очень приятно делать эти видео очень приятно та дискуссия которую мы ведем в комментариях и она позволяет мне развиваться позволяет мне учиться ну я надеюсь вам она тоже в какой-то степени чем-то хоть немножко но полезно друзья ну о том как прошла эта сотня могу вам рассказать она прошла очень напряженно если честно я начинаю уже примерно понимать алгоритмы ютуба я напомню что канал я открыл 3 марта ему нет еще двух месяцев и в принципе в общем то темпы наверное роста очень даже неплохие на мой взгляд но вот именно эта сотня набиралась довольно долго мы почти две недели нее набирали и наступил какой-то момент когда вот просто подписчики встали я так понял что на ю тубе это вообще циклично происходит то есть после того как ну скажем канал допустим начинает терять просмотр а это тоже происходит по некоторым причинам и в этом случае возможно вот такие просадки со мной злую шутку сыграла одно видео которое ну по сути так обвалила да получается сначала в большой рост пошло потом большой минус ушло как бы мои показатели и youtube на это реагирует то есть вот это очень странно причем это видео оно было в общем и целом не сказать что ну такой совсем относящиеся к тематике канал потому что снимают я на разные темы и обсуждаю все что приходит мне в голову зачастую не относящиеся к фондовому рынку и вот собственно это видос вот мы до него домотали называется он птичий баттл уткин соловьев как мы видим у него 9600 там чем-то просмотров по 10 тысяч это абсолютный лидер сейчас на моем канале ну и в общем это под по сути было видео обычная знаете такая болтовня на отвлеченную тему поругались там вася уткин с владимиром соловьевым обосрали друг друга в комментариях в интернете начали с твиттера по моему перешли потом youtube и соловьев там даже отдельную программу на эту тему вроде снимал ну довольно грязная неприятная история но как оказалось и как я уже сейчас вижу зачастую вот наоборот такие какие-то хайповые вещи они почему-то вызывают наибольший интерес хотя вот пытаешься например снимать что-то довольно вдумчивое пытаешься что-то действительно глубоко анализировать не заходят видео и я уже в принципе с этим смирился сейчас я к этому спокойно отношусь но с этим видео получилось следующая ситуация что этот видос прям резко полетел он набросал мне сразу большое количество подписчиков причем я так понимаю что подписчиков не совсем тематических люди наверное заходили большей степени такие знаете которые возможно в интернете находится в поисках какого-то хайпа ну каких таких горячих новостей но у меня-то тематика в основном не об этом и потом начинается соответственно отток этих подписчиков youtube это воспринимает как падение интересов каналу соответственно падение рекомендации а youtube ну насколько я уже разобрался основной трафик и самый качественный трафик идет собственно от рекомендации вы например посмотрели видос какого нибудь но мощного канала там миллионника да например про инвестиции ну и вас соответственно вот в правом столбике вам показываются еще там десяток видосов и вот самый кайф это залететь как раз этот столбик рекомендаций и когда youtube ваши видео не рекомендует соответственно они очень и очень туго продвигаются вот я по всяком случае так пока это все понимаю ну и соответственно когда канал на оборот на каком-то подъеме когда видео хорошо просматриваются когда добавляются подписчики тогда он более охотно начинает рекомендовать ваш контент хотя по сути вы в своем контенте ничего не меняете вот чем парадокс то есть по большому то счету ты начинаешь копаться в себе ты начинаешь думать блин что такое неужели я стал снимать там что-то менее интересное да то что раньше например заходила сейчас не заходит и начинаешь пытаться что-то переосмысливать а по большому счету наверное это делать не стоит потому что это просто алгоритмы математические алгоритмы действия программы робота искусственного интеллекта и на это никак повлиять нельзя так что я для себя принял решение я не буду смотреть на вот подобные моменты поэтому буду делать то что мне нравится друзья буду делать то что мне интересно то что я считаю нужным рассказывать а уж если это интересно кому-то еще то в любом случае появятся единомышленники появятся зрители ну на что я друзья очень надеюсь отдельное спасибо тем кто со мной с самого начала спасибо за вашу активность на моем канале которая тоже добавляет просмотров тоже добавляет экшена добавляет зрительского интереса ну и все мы нашими общими усилиями продвигаем наш молодой канал цель свою я уже озвучивал до конца апреля я хочу набрать 500 подписчиков но объективно говоря наверное я возможности свои переоценил скорее всего до конца апреля сделать этого не получится но друзья цели в любом случае мои это самое главное основная достичь тысячи подписчиков но дальше будем смотреть если youtube не дает монетизацию то этим делом я буду продолжать заниматься всерьез и надолго но это зависит от ряда обстоятельств так что друзья еще раз спасибо вам большое спасибо что вы меня смотрите вы мне оказывать этим очень большую услугу потому что чем больше просмотров повторю чем больше комментариев чем больше лайков тем больше мои видосы попадают в рекомендации тем больше становится наша армия начинающих молодых перспективных инвесторов ну что всем кому что-то из моих видосов нравится делайте репосты лайкайте рассылайте друзьям рекомендуйте мой канал спасибо друзья что вы со мной спасибо что вы меня слушаете будем продолжать в том же духе надеюсь я тоже рассказываю вам что-то интересное и этот тортик на заставочке для вас поздравляю еще раз юбилеем идем дальше не останавливаемся только вперед хорошего вам дня пока пока